всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 4 февраля и сегодня я хочу очень подробно поговорить о пикировке и именно о ранней пикировке ранняя пикировка томатов в каких случаях она оправдана и когда ее не только можно но и нужно делать а в каких случаях можно ее дату пикировку отодвинуть на более на более поздние сроки вот этот лоток первый который я показывала всегда что я самый первый посев сделала сейчас я напомню если кто забыл или не смотрел это первый посев томатов 23 января для получения супер раннего урожая это для теплицы с двойным подогревом то есть грунт будет греющим кабелем обогреваться и воздух инфракрасными обогревателями на потолке поэтому если вы думаете что это рано вот для таких условий это не рано и напомню что я сею для вот таких посевов ранних только толстоногие сорта которые не вытягиваются в рассаде опять из-за чего чтобы подольше они росли в лотке чтобы их не пикировать и сею только свои домашние семена на которые я надеюсь вот все список весь список сортов но это только для получения супер раннего урожая и тут же мы видим вот там обведен кружочком один сорт ботяня который высокорослый который я еще раз повторю я посеяла только для того чтобы вы почувствовали разницу между толстоногими низкорослами и между вот этими высокорослами если бы во время первого посеяла я посеяла вот эти высокорослые мне уже все их нужно было бы через два три дня пикировать почему потому что у нас пикировка сроки пикировки как указаны во первых когда появляются настоящие листики один два или три настоящих листа строгих никаких ограничений нет можно и после появления одного листика можно после появления двух листиков некоторые ждут до трех листиков но если высокорослые томаты мы держать в таком в загущенном посеве дальше не можем они видите они очень хорошо быстро вытягиваются они сейчас вот эти вот листья начнут расти закрывать этих малышей в принципе для ранней пикировки раннюю пикировку нужно требуется только вот этому ряду вот я его и буду вырезать как я говорила я прям вырезаю как торт кусок торта вынимаю распикирую а сюда насыплю а эти еще долго долго будут сидеть вот смотрите в чем смысл вот такой ранней пикировки есть несколько факторов которые влияют на то что мы приступаем рано то есть они нас прям вынуждают рано пикировать ну конечно первая причина это пикировка предотвращает вытягивание я сейчас если бы по отдельным стаканчиком разложила или если даже не по отдельным а просто в другую тару пореже при пикировке я обязательно буду заглублять вот этот вот стебелек почти по самые семи доли но потом при поливе вода земля немножко прибьется и будет не по самые семи доли но высаживать буду по самой семи доли и вот это заглубление то что здесь начнут расти образовываться дополнительные корни то что оно он пока будет приживаться я уже вчера говорила растение немного будет верхнюю часть медленно развивать формировать расти будет образовываться корневая система и вот эта ранняя пикировка она конечно предотвращает вытягивание вот таких высокорослых сеянцев позволяет укрепить корневую систему если растение ну не очень например крепенькая конечно дополнительные корни дадут больше силы здоровья вот этому сеянцу но еще смотрите ранняя пикировка она происходит она вообще менее травматично для растения потому что вот в такой стадии когда им восемь десять дней но они уже вполне пригодны для пикировки у них мало боковых корней вы понимаете что вот это растение она сейчас вот так вот у него корень раз туда вниз растет а вот этих ответвлений боковых почти нет я вот буду когда завтра или послезавтра буду пикировать я вам конечно все покажу но и сейчас я вас уверяю вот вытащив этот сеянец мы увидим что у него стержень в основном вот этот корень вот этот стержневой основной все а вот этих вот большинства боковых корней нет и поэтому вот в раннем в В таком возрасте растение почти не травмируется. Оно практически даже не замечает вот этой пересадки, вот этой пикировки. И также перцы, и также томаты. И я вам скажу, я вот разговаривала с одной женщиной, работницей тепличного хозяйства. Они выращивают массово рассаду на продажу. И пикируют всегда в ранних сроках, на ранних сроках и перцы, как только один листик появится. И томаты, как только один листик появится. Потому что в это время сеянец уже пригоден для пикировки, но он еще не оброс вот этой корневой системы, и он почти не болеет. Что перец, что томат, он не вянет, потому что вянуть еще нечем, у листьев нет. Когда вот пикируешь перец, например, с тремя, с четырьмя листиками настоящими, тут 2-3 дня они могут немножко как вялыми быть. И вот это вторая и очень важная причина, почему мы делаем пикировку рано, на ранних сроках. Это потому, что растения легче переживают такую раннюю пикировку. Ну, еще, конечно, одна из причин ранней пикировки, это когда мы сеем много сортов в один лоток. Вот как у меня в данном случае, вы видите. Но я-то посеяла специально, а иногда мы сеем вынужденно. Например, ну, нет возможности рассаживать в разные емкости, и мы все сорта высаживаем в один лоток. И у нас получается, какие-то будут высокорослые, какие-то будут низенькие. Я уже говорила в каком-то из видео, если вы вот так вынуждены сеять в один лоток высокие и низкие, то лучше делать не так, как многие делают, одну половину высокими, а другую низкими. И они, когда половину распикируют, вторая половина лотка остается свободная, но нет возможности ее использовать уже, подсевать туда ничего не подсеешь. В таких случаях я, когда делаю, я сею один высокий, один низкий, один высокий, один низкий, один высокий, один низкий. Потом, когда эти высокие, убираю, добавляю сюда грунта, до общего уровня. Тут тоже убираю, и вот этот убираю. И тогда вот эти ряды, можно держать их бесконечно долго в этом лотке. Не только 10 дней, не только там 12-15. Они вот так разрастаются, они вот эту вот, ну как тут же свободная будет территория, им будет проще. Вот эти детерминантные сорта, которые все здесь, москвич, спиридон, настенька, клуша, они очень медленно развиваются. Они сейчас будут больше в толщину, чем в высоту. И когда я их буду пикировать, когда они будут уже повзрослее, они будут всего лишь вот такие. Они даже до размера ботяне, возможно, не дорастут. А ботяню я буду убирать. И вот вчера уже прочитала в комментариях, кто как исправляет вот это вытягивание, вот этой рассады. Мне подсказали, что вот на этих, раз я их для эксперимента посадила, они мне в принципе и не нужны. У меня есть отдельный лоток с высокоруслами. Мне посоветовали попробовать вот скручивать. Вот из таких длинных делают короткие путем скручивания. Надо где-то там сказали посмотреть этот метод и попробовать, понравится мне или нет. И научить, возможно, потом других высказать мнение, удачно это, удобно или неудобно. Признаюсь сразу, не скручивала при пикировке ни разу. Никаких насильственных действий вообще при пикировке никогда не делала. Я просто беру из густых посадок загущенных и рассаживаю на большее расстояние. Как я говорила, сейчас они у меня через 2 см, через 1,5-2 см, а будут расти через 8-10 см. Так что в ряду будет всего 3-4 растения, и они смогут дней 20, ну примерно 3 недели, жить в следующем лотке. Потом я их буду по большим стаканам раскладывать. Знаю сразу, что будет вопрос, тот, кто раскладывает по стаканчикам. Я же говорю, что я сначала в 200-граммовые, потом в 500-граммовые. И очень часто спрашивают, ну почему сразу не высадить в большую тару? Ну, в маленьких горшочках, в стаканчиках, в маленькой таре есть всякие. И стаканчики, и четырехугольные горшочки. Они развивают хорошую корневую систему, потому что там можно регулировать вот это вот, как сказать, количество жидкости. Вот вы польете, например, в маленький стаканчик. Маленькая корневая система всю ее использует. Вы через какое-то время еще польете. А если маленький сеянец будет расти в большом горшке, ну то есть сразу в полкилограммовую, вы польете туда, нальете туда, ну пусть 100, не знаю сколько, 150 миллилитров воды. И ему сразу он эту воду не выпьет, он маленький. Вода застаивается. А раз вода там застаивается, ну не то, что совсем она застаивается, но постоянно очень влажный грунт, очень долго. И это препятствует доступ воздуха и кислорода к корневой системе. Вот когда эта вода высохнет в этом большом стакане, и получается, что недостаток воздуха, корневая система замедляет свое развитие, наоборот, когда мы высаживаем маленький сеянец в большую тару во время пикировки, мы не всегда, не всегда это хорошо. Очень сложно вот этот режим полива отрегулировать, отрегулировать вот это вот количество воды, сколько нужно лить на этот большой стакан для маленького сеянца. Потому что если налиешь мало, получится, что сухая земля. Если налиешь, чтобы увлажнить весь ком, сеянец не справляется негативно, но это сказывается вообще на общем развитии, когда он сидит постоянно в сильно увлажненной почве. Все, вот про эту пикировку я хотела сказать то, что если у вас высокорослые томаты, если вы видите, что они вот так подвытянулись, вот у нас сейчас особенно, у нас дома жарко, у нас такие условия благоприятные для роста, вы видите, какой ботяня вымахал. И вот здесь вот, где одного ботяню я случайно уронила в другой ряд, он вырос вместе с маленькими. Видно прям, что он увеличился в два раза. Вот при боковых съемках, когда я сбоку снимаю, видно, что в два раза выросло. Вот этому требуется ранняя пикировка. Она ему показана, она ему даже необходима, для того, чтобы его заглубить, чтобы его потормозить маленько, чтобы вот так вот чуть-чуть верхушки-то они не ползли вверх. А вот этим ранняя пикировка, она совершенно не нужна. Вы можете не делать раннюю пикировку, можете подождать неделю, две недели. Но тут смотрите по густоте посадок. Обычно у малышей, у низкорослых, я делаю пикировку тогда, когда у них смыкаются листья. Вот как все это расстояние, вот видите пространство, листья вот так распушатся, и когда начнут уже залазить друг на друга ряд на ряд, тогда я делаю пикировку. Еще про раннюю пикировку. Читала статью, что ранняя пикировка полезна потому, что сейчас, пока у растения не закладывается никаких кистей, никаких там в будущем, как я выражаюсь, пока растение еще не беременное, ничего у него тут в зачатках нету, можно его пересаживать, это не отражается на его здоровье, а когда вот уже у него 3-4 листа, мы же знаем, что после 5-6 листа у некоторых даже уже цветочная кисть закладывается, и что вот в это время, ученые уже доказали, что в это время пикировка-то нежелательна. Мы можем, конечно, подождать еще немного, но там уже будет, как вам сказать, выразиться, а, ущерб, немного ущерб урожая. Возможно, растение даст меньше плодов, чем оно дало бы, если бы вы в это время его не трогали. Все, вот это о ранней пикировке. Я раннюю пикировку использую очень часто, особенно если вот такие вот. Сейчас у меня вчера взошли томаты для теплицы, которые высокорослые, которым всего 2 дня, они размером уже почти вот таким. Жарко, мне их ставить некуда, ну, потому что на улице тепло, дома жарко, ставить некуда в холодное место, и я думаю, что они вытянутся очень быстро. Вот у тех томатов я буду делать раннюю пикировку, а эти будут стоять здесь у меня до упора. Все, до свидания. Как могла, объяснила, почему я делаю раннюю пикировку, почему некоторые люди массово занимаются ранней пикировкой, высаживают все через раннюю пикировку, потому что менее травма, менее травматично, потому что они маленькие, они переживают это хорошо, и корней у них там нет, и предотвращаем вытягивание. Плюсов много. Какие минусы? Ну, не знаю, если только что с маленьким растением тяжелее работать, но если уж мы петунью научились пикировать в крошечном состоянии, они-то вообще петуньи как блохи, то томаты-то пикировать, это вообще загляденье очень просто.